Арачные окна, зубчатые стены, а вокруг экзотические растения. Дворец в араба сарацинском стиле будто перенесся из восточной сказки про Шихерезаду. Но на самом же деле к мусульманскому миру никакого отношения не имеет. Строили его для русских царей. Это принадлежность династии Романовых. В прошлом это был дом отдыха «Красное знамя». Принадлежал Петру Николаевичу Романову, который был двоюродным дядей последнего русского императора Николая II. Дюльбер в переводе с тюркского «прекрасный и великолепный». Эскизы дворца в восточном стиле создавал лично Петр Николаевич Романов. Это постройка конца XIX века. Строился этот дворец в течение двух лет с 1895 по 1897 год. Вот за такой короткий срок этот дворец был построен. И приглашен на постройку дворца был известный человек, о котором знает весь мир. Это легенда архитектуры. Это Николай Краснов. Краснов проявил чудеса изобретательности, обходясь самыми бюджетными материалами. Резные деревянные наличники и мушараби, простая столярная работа, роскошный восточный фаянс, обычный гипс. Во время путешествия по Египту, Сирии и Средиземноморью Петр Романов глубоко проникся местной культурой и приобщил к своему увлечению супругу, Милецу Николаевну. Орнаментацию, украшающую дворец, они тоже привезли с Востока. Каждый символ имеет свой знак определенный, поэтому было принято решение, что каждая комната, здание, гостевая, прихожая будет выполнена в определенном арабской орнаментации. Над главным входом арабская вязь. В переводе на русский «Да благословит Аллах семь раз вошедших в этот дом». Зарезной дверью дворец выглядит не менее роскошно, чем снаружи. Три этажа, десятки гостиных и комнат, отделанных в едином стиле и цветовой гамме. Повсюду словно бесконечное кружево «Арабская вязь». В каждом помещении похожее, но по-своему уникальное. Один из самых популярных номеров – 34-й покой и вздовствующий императрицы Марии Федоровны. Здесь период ареста крымской группы Романовых «Мать Николая II» жила год и 8 месяцев, вплоть до 11 апреля 1919 года. Все те же гипсовые барельефы, арка и лепнина, архитектуре и убранству больше 120 лет. А вот меблировка ушедшей эпохи не сохранилась. В годы Великой Отечественной войны дворец пережил пожар, а после восстановительные работы длиною в 13 лет. Реконструкцию проводили только один раз в советское время. Красили фасад здания, стены внутри дворца также заменили люстры и подсвечники. А вот орнаментация, двери и большая часть дверных замков остались с конца 19 века. На втором этаже музей. Здесь, среди снимков царской семьи и архивных писем, особенно выделяется одно – современное. Оставленное потомком Романовых в 2016 году. Теперь оно – еще один символ ушедшей эпохи. Татьяна Балыкина, Андрей Псом. Утро нового дня. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok